Старт новому проекту «Брест нараспашку» дал Иван Чайчиц. Широкой публике известный краевед представил иллюстрированную лекцию «Граффити на стенах Брестской крепости». Эта работа – общий труд группы энтузиастов, большинство из которых входят в интернет-сообщество fortification.ru и занимаются историей русских фортификационных сооружений. Граффити на стенах Брестской крепости, как выяснилось, были всегда. Да, ведь сегодня просто люди под словом граффити понимают только рисунки. На самом деле это не так. Это не только рисунки современные, когда вот аэрозольные баллончики и прочие вещи, маркеры, когда вообще любая надпись – это и есть граффити. И когда мы стали находить надписи 1877-1894 года, мы поняли, что это может быть интересно, ведь это совсем новый, альтернативный, неизведанный взгляд на историю вот этого военного места. Порядка пяти лет группа энтузиастов ищет, фотографирует и изучает надписи прошлых лет, сохранившиеся на стенах казематов и фортов Брестской крепости. Их авторы – солдаты и офицеры. Среди надписей на русском и польском исследователи нашли исторические граффити на английском и немецком языках. Результаты исследования были представлены в прошлом году в Москве в рамках проекта «Судьба солдата». А сегодня – всем брещанам, интересующимся историей родного города. Всегда казалось, что на стенах исключительно пишут только ради какого-то баловства или хулиганства. Но когда человек, оставивший надпись, впоследствии выяснилось, что это был один из защитников Брестской крепости, который погиб при ее обороне, вот это уже совсем другая история. Мы рассчитываем на то, что проект этот будет долгосрочным, конечно, потому что в истории столько белых пятен, и мы постоянно что-то узнаем новое, что-то открываем для себя, неизученное. Поэтому я надеюсь, что он будет долгосрочным. Надписи помогают восстановить память о людях и дополнить информацию об исторических событиях, считают краеведы. А это значит, что Брест продолжает открывать новые страницы своего прошлого, без которого нет будущего. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.